Сегодня очень много говорим о саммите Украина-ЕС, который сегодня проходит в Киеве. Ожидается, что на нем могут озвучить первую оценку выполнения Украины рекомендаций по вступлению в Евросоюз. Я напомню их семь. Киевский саммит пройдет при участии президента Украины Владимира Зеленского, члена правительства, главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн и президента Европейского совета Шарля Мишеля. О том, чего можно ожидать от саммита, расскажет сейчас наш коллега Василий Панасюк. Он с нами на прямой связи в Киеве работает. Василий, на Европейской площади, в центральной части нашей столицы. Василий, рады тебя видеть. Что мы можем сказать? Погода изменила, снег, но, несмотря на это, европейские представители сегодня в Киеве. Ряд важных вопросов будет озвучен. Тебе слово. Хотим узнать больше деталей о происходящем сегодня в столице и о саммите. Приветствую студию. Хоть и прорывов от сегодняшней встречи не ожидают, тем не менее, могут быть сделаны шаги, которые приблизят Украину к вступлению в Евросоюз. Но обо всем по порядку. Высокопоставленные чиновники Европейского союза и представители стран-участниц прибыли сегодня в Киев для участия в саммите Украина-ЕС. Он пройдет сегодня в украинской столице. Центральным вопросом обсуждения, как вы уже сказали, будет обсуждение прогресса Украины после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Будут обсуждены также и другие вопросы, в частности, предоставление Украине помощи в противостоянии российской агрессии. Саммит Украина-ЕС, конечно, знаковое событие для многих украинцев. И о том, каких результатов они ожидают от встречи, мы у них спросили и предлагаю послушать их ответы. Спасибо, что нам помогают. Хочется еще больше этой помощи, чтобы мы как можно скорее победили этого нашего злобного врага, этих оккупантов, потому что уже жизни нет. Надеюсь, что-то решат, какую-то дадут помощь. А возможно, какие-то интеграционные процессы или вступления или какие-то такие моменты ожидать сегодня? Сегодня нет. Я думаю, что это будет позже. Я очень надеюсь, что мы продвинемся, что Украину примут в ЕС. Хотя надежды, что именно сегодня будет принято положительное решение, я думаю, мало. Я думаю, что нам потребную. Я думаю, нам нужно идти в Евросоюз и отсоединиться от России в ООН. И все. И жить самостоятельно. Я так думаю. Мы свободная страна. Мы имеем право идти туда, куда народ просит. К каким конкретно могут прийти сегодня решениям, которые приблизят Украину к Европейскому Союзу? Итак, во-первых, Украина в скором времени может присоединиться к зоне роуминга ЕС. То есть позвонить, например, из Киева в Брюссель можно будет по внутреннему украинскому тарифу. Во-вторых, Украина может получить свободный таможенный доступ своего экспорта в Европейский Союз. И, в-третьих, Украина рассчитывает присоединиться к зоне платежей в евро. То есть при совершении платежей или переводов будет меньше комиссия для украинцев. Обе стороны также намерены подписать меморандум по стратегическому партнерству в области зеленой энергетики. Источники, которые ознакомлены с проектом итогового коммуника, говорят о том, что послы ЕС письменно подтвердят, что будущее Украины неразрывно связано, ее граждан неразрывно связано с Европейским Союзом. В то же время Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более конкретной формулировке о том, когда же все-таки Киев может рассчитывать на вступление в Европейский Союз. Но внутри ЕС все же есть еще споры относительно вступления Украины в Союз. И пока что перспектива присоединения для Украины является отдаленной. Напомню, что в июне прошлого года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре в максимально сжатые сроки. То, что обычно длится годами, Украина прошла за несколько месяцев. Что ж, надеемся на то, что и вступление Украины в ЕС тоже не заставит себя ждать. Субтитры создавал DimaTorzok